Сегодня мы поговорим о воспалении, том явлении, которое на первый взгляд может показаться негативным, а на деле является важной защитной реакцией нашего организма. Представьте, что воспаление это как пожарная тревога в нашем доме. Когда в доме начинается пожар, сигнал тревоги помогает быстро мобилизовать пожарную службу, чтобы потушить огонь и защитить имущество. Точно так же, когда в организме появляются угрозы, инфекция, травмы или иное раздражение, воспаление запускает защитные механизмы, чтобы справиться с проблемой. Однако, если этот пожар становится хроническим, то есть горит слишком долго и не удается его потушить, он начинает наносить вред самому дому, а именно нашим клеткам. В этом ролике мы разберем, как хроническое воспаление может постепенно повредить клетки, нарушить их нормальную работу и создать условия для возникновения онкологических процессов. Меня зовут Анастасия Мочалова, я врач-онколог с 20-летним стажем, химиотерапевт, доктор медицинских наук. Начнем с вопроса, как хроническое воспаление провоцирует изменения в клетках и возникновение рака. Повреждения клеток и мутации. Представьте себе, что каждая клетка нашего тела – это маленькая фабрика, где все работает как по маслу. Когда в организме начинается воспаление, на фабрику обрушивается настоящий шторм. Выделяются химические вещества, свободные радикалы и цитокины. В норме этот шторм помогает бороться с инфекцией. Но если воспаление становится хроническим, такие химические бомбы постоянно атакуют клетки. Как результат, происходит повреждение ДНК. Словно на фабрике постоянно ломается оборудование и нарушается технологический процесс. Эти повреждения, если не исправляются вовремя, приводят к ошибкам в работе клетки, что может стать первым шагом на пути к образованию опухолевых клеток. Можно представить, что каждое повреждение – это как маленькая трещина в стене здания, которая, если ее не починить, со временем перерастает в серьезную проблему. Это напоминание о том, что даже защитные механизмы нашего организма могут обернуться проблемой, если они работают без перерыва и не дают остыть. Но вот проблема. Если воспаление становится хроническим, то клеткам приходится постоянно работать в режиме ремонта. И они начинают делиться слишком часто. Это если бы мы в вашем доме постоянно делали ремонтные работы. И строители так увлеклись восстановлением, что начали делать ошибки в конструкции. Частое деление клеток повышает вероятность ошибок при копировании ДНК. Каждая ошибка, каждая мутация становится кирпичиком в фундаменте будущей опухоли. Постоянное деление клеток, вызванное хроническим воспалением, создает ситуацию, когда организм оказывается в постоянном состоянии ремонта. А вместо восстановления начинается накопление ошибок. Это делает клетки более уязвимыми и открывает путь для их превращения в раковые. То воспаление – это пожар, который не только повреждает здания, но и меняет сам облик улиц. Создает хаос в городском планировании. Хроническое воспаление постоянно изменяет клеточную микросреду, ту самую окружающую атмосферу, в которой живут и работают наши клетки. При длительном воспалении образуется огненная завеса из цитокинов, свободных радикалов и других веществ, которые нарушают нормальное общение между клетками. Эти изменения похожи на то, как если бы в городе постоянно горел дым, которые портят качество воздуха, и в этом дыму сложно дышать. В такой среде даже здоровые клетки оказываются под давлением. Они начинают работать не так, как должны, теряя способность координировать свои функции. В результате образуется благоприятная почва для злокачественных клеток. Те, которые уже получили повреждения, могут использовать хаос вокруг для своего дальнейшего роста и распространения. Дальше я приведу несколько примеров наиболее классических, где демонстрирован воспалительный процесс, который в последующем может привести к онкологии. Хронический гастрит, который при длительном нелеченном течении приводит к раку желудка. Или, например, хронический гепатит. Вирусный гепатит – это хроническое воспаление клеток печени, который со временем переходит либо в цирроз, либо в рак печени. Тот же самый колит, язвенный колит или болезнь крона – это тоже воспалительные заболевания, которые могут стать причиной возникновения рака кишки. Многие люди не воспринимают хронические воспаления как болезнь и не понимают, чем это опасно. А на самом деле все хронические воспаления, их можно и нужно лечить, вовремя обратившись к врачу и тем самым снизить вероятность возникновения онкологии. Наш организм умеет бороться с воспалением, и мы тоже можем помочь ему. Правильное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и своевременное лечение – все это может стать нашим мощным инструментом в борьбе с воспалением. Спасибо, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и помните, что своевременная профилактика избавляет вас от необходимости в последующем лечить уже запущенные заболевания. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал.